Продолжение следует... ...или перчатку. Жест в этом случае используется такой. После чего следует номер игрока, например, 20, и продолжительность наказания, в данном случае 2 минуты. Такое же наказание следует и в случае помехи вратарю, если нарушитель правил находится вне льда, на скамейке запасных или штрафников. Карается иголкипер, умышленно вступающий в контакт с игроком нападения. В случае нанесения травмы штраф увеличивается до 5 минут и дисциплинарное удаление до конца матча. Также не стоит махать перед галкипером руками, это малый штраф. А в случае, если команда снимает вратаря и защищает ворота с ценой блокировки, это будет защитено как взятие ворот. Теперь давайте посмотрим, как выглядят нарушения на конкретных примерах. Разберем момент матча СКА-Динамо-Минск. Концовка второго периода, команда СКА в атаке. Додонов всем видом показывает, что будет отдавать на Щипачева. И тем самым игрок минской команды, поверив в это, сфалил на Щипачева и получил 2 минуты за блокировку. В данном эпизоде мы видим, что игрок, нападающий в данном случае командой Нижний Новгород, не успев принять шайбу, которая прошла мимо него, все равно получает силовой прием от игрока команды СКА Антона Белова. В данном случае игрок, не принявший шайбу и не владеющий ею, является игроком без шайбы. В данном случае 2 минуты за блокировку. Сегодня мы разобрали правила номер 534 «Атака игрока, не владеющего шайбы». Играйте чисто, болейте со знанием правил. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова